здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию немножко необычную на первый взгляд приманку которая напоминает чем-то бабочку непонятно что но на одной из рыбалок где приходилось рыбачить в ограниченных условиях там где не позволяет кувшинка сильно разогнаться спиннингистом не хочу противоставлять нахлыст спиннингу вот такой приманка я смог обловить практически все заводи которые были открыты от кувшиночки особенность ее монтирования состоит в том что крючок как вы видите я использую выгнутый карповый с огрузкой перевернутой и за счет нахождения вот этих вот трех крылышек которые дополнительно отмеха позволяет приманки опускаться вот так вот в воду не прибегая ни к каким проводкам ни к чему уже идут поклевки поэтому я потом друзьям изготовил спиннинговый вариант это нахлыстовый который не совсем хорошо огружен но достаточно хорошо работает спиннинговый тоже проверен давайте я вам с вами поделюсь для этого нам понадобится крючок вот такой карповый кованый если вы не сможете найти допустим крючок соответствующей формы можно спокойно придать эту форму при помощи зажигалки как я уже показывал давайте мы грузим теперь наш крючочек если у вас нет в наличии допустим вы не можете выточить для себя латунный такой шарик можно его заменить на пластмассовый дополнительно тогда свинцом грузить так чтобы можно было иметь вес два с половиной три грамма сухая приманка весит столько сколько я сказал а мокрая уже до 5 граммов поэтому вы учитываете тест спиннинга и условия своей рыбалки в данном варианте моя приманочка будет весить в районе 4 граммов поэтому вы ориентируетесь на размеры и будете для себя знать сколько вам необходимо для того чтобы погрузить свою приманку и свинец вот который у меня остался я его не буду откусывать потому что в этом месте у нас мы не влияем на наш загиб расстояние поэтому я проматываю ровно столько сколько остается у меня еще свинца если есть у вас возможность как в одном из фильмов я огружал вольфрамом это будет в идеале вариант грузите вольфрамом проволока имеется в виду хотя в интернете в достаточном количестве продается всевозможных огрузок начиная изготовленных из вольфрама который пока самый тяжелый так и из других которые можно можно даже если у вас нет в наличии допустим свинца можно это промотать медной проволокой и теперь вот это мы все промажем еще клеем и выровняем ниткой подровняли тело в месте загиба нам необходимо закрепить с вами немножечко люрекса и и будем формировать наш хвостик хвостик можно изготовить из меха песца из искусственного меха из любого материала который дает хорошую парусность и в то же время выдерживает поклевки наших хищников приблизительно полторы две длины тела вернее крючка прихватываем переломывая его пополам так как мех который мы сейчас установим потом мы не сможем с вами дополнительно закрепить люрекс отрезали в качестве хвостика я буду использовать мех песца белого цвета достаточной длины для того чтобы моя приманка имела хороший привлекательный вид вот приблизительно такой пучочек я беру нашего меха если соизмерить его с толщиной где-то приблизительно в пол карандаша может даже чуть чуть меньше никаких дополнительных элементов не раскрашивая ничего в белом варианте достаточно хорошо работает наша приманка подровняли убрали подшерсток выбросили поломанные и теперь стараемся так чтобы наш хвостик с вами облегал полностью я пропускаю вот так вот ниточкой а потом обхватываю здесь стараемся не нагромождать материалы для того чтобы расстояние наш загиб не уменьшать или возьмите тогда на несколько номеров больше крючок вот так теперь добавляем еще щепоточку люрекса лишним он как раз здесь не будет в качестве тела можно использовать даббинг можно натуральный синтетический какой вы захотите цвет и оттенок выберите сами предпочтительно для своих рыбалок если это темное время желательно поярче если светлое желательно потемнее я изготовлю из остатка вот такой у меня есть кусочек тесьмы я ее здесь закрепляю не армирую ничего промазываем клеем наше тело нить возвращая приблизительно до начала формирования грудки в эту точку промазываю клеем и наматываем сама по себе тесьма очень крепкая поэтому уже проверено неоднократно нет смысла ее дополнительно армировать вот мы с вами дошли не доходим примерно 5-6 миллиметров и в этой точке я оставляю также как я и говорил беру обыкновенный зажим или пера держатель как вы захотите и ее поддерживаем для создания крыла у меня имеется вот остатки шкурки зонкера я беру вот совсем небольшой вот такой пучочек меха для того чтобы укрепить здесь мы должны с вами создать эффект лопастей но учитывая то что наш хвостик достаточной длины он не позволяет вот так крутится как кленовому листку нашей приманочки и здесь же чтобы не делать глупую работу я откусил вместе с кожей немножечко подклею посажу на клей это дополнительно еще защитит наш крючок от водорослей и нежелательного зацепа с другими предметами вот так немножко подхватили больше пока в этом нет необходимости промажем клеем и сделаем ровно один оборотик нашей тесьмой скроем место крепления и здесь мы оставляем опять ее внизу натянутой теперь я беру точно так же два других кусочка отрезаю нет несколько уже погуще совсем чуть-чуть отрезаю вместе с самой шкуркой так и крепить легче и мех достаточно крепко сидит на своем основании они на нашей даббинговой нитки поэтому я объяснять дальше уже не буду и теперь смотрите вот волоски наши направлены в одну сторону мы их разворачиваем так чтобы они у нас смотрели вперед хотя мех кролика можно развернуть как угодно но все равно мех имеет свое направление и мы стараемся сбоку из как бы снизу вдоль цевья закрепить нашу шкурку с мехом если не вот видите как у меня она смотрит немножечко вперед вот так она и должна при обычной проводке они начинают играть как обыкновенные дополнительные плавнички поэтому не только на падении она работает достаточной при любых проводках и крепим с этой стороны и теперь выравниваем окончательно и закрепляем мех подровняли мех так чтобы он стал на свои места как я вот показал я слегка намочил мех чтобы мне в дальнейшем не мешал закончить вязать мушку и теперь я промазываю окончательно место крепления моей тесьмы и здесь у латунной головки делаю завершающий узел дохожу до крылышек слегка их поджимаю вот так вперед но не меняем очень сильно их положение как раз мне нам и тесьмы нашей хватило нить я промажу сейчас клеем и сделаю завершающий узел я вытащил приманочку из тисков расправил так как она должна быть уже у нас в рабочем положении как вы видите при намокании все наши элементы будут повторять при нормальной проводке волновой или джиговой будут повторять обыкновенный стример а при падении достаточно будут идти по плоскости за счет своей огрузки хвост не будет давать крутиться как кленовому листу проверенная приманка очень хорошо ловит окуня щука не пропускает ну и в зависимости от величины иногда посягает и плотва с красноперкой пробуйте в цветовых разных решениях желаю вам удачи до скорых встреч